Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Меня зовут Нина Тритяниченко. Канал на YouTube называется Тритянина. И я с вами сегодня в день выборов в Америке. Сегодня выпуск называется «Моя Америка. Мысли вслух. Номер 23». Я буду рассказывать о том, что у нас здесь происходит, что у нас творится в месте, где я живу. Город Холланд, Мичиган. Такая у нас маленькая Голландия. Ну, я сегодня буду рассказывать, что у нас творится в связи с ковидом, как реагируют люди, что у нас творится в магазинах. Расскажу немножко о так называемых преперах. Преперы – это... Я даже не знаю, как это переводить, чтобы... Ну, я по смыслу расскажу. Это люди, которые готовятся вот к чему-то. То ли к концу света, то ли вот к какому-то такому событию, как после выборов. Нас тут все... В России, кстати, все нас пугают, что у нас в Америке здесь будет гражданская война. Вот. Так вот, преперы – это люди, которые к этому готовятся. То есть они покупают оружие, покупают продукты, консервацией занимаются. Опять же, и сами консервируют, и покупают всякие консервы. Короче говоря, обеспечивают себя на случай какого-то происшествия глобального масштаба. То ли, не знаю, взрыва вулкана Йеллоустон, то ли гражданской войны, то ли астероида, то ли высадки инопланетян. Вот. И таких людей в Америке достаточно много. Есть люди, которые покупают бункеры или сами строят какие-то укрытия. Ну, к примеру, наш сосед, вот мой муж с ним недавно разговаривал, он говорит, если как только вот что-то серьезное в Америке случится, он верит в то, что будет гражданская война, то он, как говорится, сотоварищи. То есть он не один, а у них там целая команда вот таких преперов, и они несколько лет готовились. У них есть специальное место. Вот. Как только кто-то из их командиров даст команду, они сразу туда хватают семьи, туда уезжают, а там в этом... Естественно, он никому не рассказывает, где находится это место. Там уже у них припасы, заготовки. Там, видимо, на несколько месяцев и еды, и воды, и одежды, и все-все-все есть. Вот. Вот так вот интересно. Наш сосед, которого мы много лет знаем, вот он оказывается вот такой... Вот таким занимается. А работает он частным детективом. Вот, кстати, приходил к нам однажды выяснять, почему мы издеваемся над собакой. Ну, мы были в шоке. Ну, это так, это я немного отвлекаюсь, но ненадолго. Почему ваша собака всегда так сильно лает на улице? Вы, наверное, ее бьете. Ну, муж говорит, ну, смотри, как только муж садится за экскаватором, маленький у нас такой экскаватор, у нас очень проблемный участок, и чтобы никого не нанимать, мы как бы сами, сами все проблемы на участке решаем, вот, с помощью такого маленького экскаватора. Вот. И как только муж садится за этот экскаватор, собака начинает лаять, потому что из-за этого мой муж не занимается собакой, занимается непонятно чем. Ну, этот сосед пришел, посмеялся, теперь он уверен в том, что над собакой мы не издеваемся. Ну, это так, это лирическое отступление. Теперь к делу. Вернее, к теме. Возвращаемся к нашей теме. Ковид. Значит, когда наш штат закрыли в марте, у нас, как и везде, я так понимаю, по миру, пропала туалетная бумага. Это да, этого у нас не было. Потом у нас пропадало мясо. Я, по-моему, в одном из предыдущих выпусков об этом рассказывала, я не буду повторяться. Я скажу, что у нас сейчас происходит. Значит, сейчас у нас пропали банки для консервации. Нет ни банок, ни крышек, нигде нет. То есть люди, чтобы найти эти банки, ходят по секонд-хенд-магазинам. И это, знаете, если повезет, это как будто миллион долларов выиграл. Это такое счастье, если повезет найти банки. Хотя, казалось бы, ну, кто в Америке консервирует? Да, кому придет в голову консервировать? Вот сейчас консервирует. Мало того, очень много людей переезжают из больших городов в пригороды, покупают себе или снимают дом с участком, и там огороды устраивают. То есть люди не идиоты. Люди понимают, что что-то такое будет, что на государство надежды мало. Нужно надеяться на себя. Теперь, что еще хочу сказать. Когда первый раз закрывали экономику, ну, я рассказываю про наш штат. Потому что в каждом штате по-разному все это происходило. Так вот, один из законов, который принял наш губернатор, было запретить продавать семена. И вот после этого начались бунты. Если вы помните, про Мичиган много рассказывали, и в российских новостях тоже. Я живу в Мичигане. Люди просто начали бунтовать. То есть нельзя было продавать строительные материалы, нельзя было продавать семена, нельзя было продавать саженцы. Но как бы вот все то, что людям, в принципе, может помочь выжить. Люди своего добились. Этот закон, вот как его приняли, так его через дней десять и отменили. В общем, что вам сказать. Весной очень была большая проблема купить саженцы, потому что их покупали все. Хотя казалось бы, Америка. Кто тут что сажает, кто тут что консервирует. Люди скупают оружие, патроны дорожают. Просто какие-то космические цены у нас на патроны. Тем не менее, все равно, все патроны раскупают. Вот сегодня они есть, завтра уже их нет. А цены на патроны растут каждый божий день. Вот такая у нас сейчас ситуация. Теперь про мясо. Очень меня настораживает то, что в магазинах очень много мяса. Очень много. И много дешевого мяса. Такого никогда не было. У меня такая мысль возникла, что, возможно, сейчас порежут всех животных, потому что их просто кормить будет нечем. В связи с тем, что сейчас происходит у нас в экономике, ну, это лично моя версия, что сейчас мяса много, а потом его просто не будет. Потому что фермерам невыгодно сейчас заниматься тем, чем они занимаются. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Ну, люди, конечно, напуганы. Люди готовятся. У нас в магазине, где я работаю, вот я сейчас еду на работу, и по дороге на работу тут делюсь своими мыслями о том, что у нас здесь происходит. У нас очень много покупателей. У нас обычно так много не бывает покупателей. Грибут все подряд. Разбирают одежду. Разбирают много детской одежды. Дело в том, что когда первый раз экономику закрывали, закрыли же все магазины, кроме продовольственных. Ну, если взрослые сидели по домам, им одежда не особенно нужна была, а дети-то растут. И семьи с небольшим доходом, которые отоваривались в магазинах Second Hand, магазины Second Hand тоже закрыли. Почти на 4. У нас 4 месяца все было закрыто. В общем, есть такая сеть магазинов Walmart. Не знаю, есть она в России, на Украине или нет, но это очень такая огромная сеть магазинов дешевых продуктов и дешевых товаров. В общем, там разгребли всю детскую одежду, выгребли все, были пустые полки из-за того, что были закрыты магазины Second Hand. Сейчас непонятно, будут закрывать, не будут нас закрывать. Европу все закрыли, мы, наверное, вторые на очереди. Это до выбора пока не закрывают. У нас тоже выгребают все. Люди как будто вот люди в шоке, понимаете. Электронику всю. Ну, какая у нас электроника? Старые телевизоры, старые кофеварки, старые микроволновки. Ну, магазин Second Hand. Раньше все это валялось, никому не нужно было. Сейчас народ выгребает все подряд. Ну, вот. Вот такими мыслями хотела с вами поделиться. Посмотрим. Вечером будем смотреть новости. Посмотрим, кто побеждает на выборах. Вот. Всего вам хорошего. На сегодня все. До свидания.